Здравствуйте! Я рад приветствовать любителей спорта, активного отдыха и в общем здорового образа жизни в первом выпуске программы «Будь в форме» на телеканале «Видное ТВ». Коронавирус и всеобщая пандемия внесла коррективы в проект, и старт программы пришлось отложить. Ситуация, конечно, неприятная, но не будем о грустном. Фитнес-центры и тренажерные залы в общей массе открылись, и люди бросились спешно восстанавливать форму. Однако, как ее восстановить и при этом не навредить здоровью? Об этом и предлагаю поговорить в этом выпуске. Многие игнорируют кабинет фитнес-тестирования, а зря. Ведь тренировка – это в первую очередь нагрузка на организм, а диагностика как раз и позволяет понять, как тренироваться, чтобы добиться лучшего результата. Станислав, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему так важно обращаться к специалистам перед тренировкой, особенно после длительного перерыва? Ну, во-первых, нужно оценить уровень нынешней тренировности. Спортсмен может неадекватно подойти к тренировкам и сразу же начать с тех рабочих весов, с которых он тогда заканчивал. Человеку свойственно растренироваться. Это основной принцип тренировок, принцип отмены. Когда мы отменяем нагрузки, организм постепенно возвращается к уровню прежнему, к тому. Ну, конечно, не до такого же значения. Человек, если начал тренироваться и достиг определенных результатов, то он не растренируется до нуля. В любом случае, какие-то у него останутся особенности функциональные, которые он развил. Но они откатываются значительно. Если там раньше был у него рабочий вес в приседаниях, допустим, 100 килограмм, то опять начать со 100 килограмм будет ошибочно. Скорее всего, человеку будет вес избыточен, да еще и технику у него будет наружен. А техника вообще такая штука, портится очень быстро. Это не навык езды на велосипеде. Технику очень легко забыть. Буквально 3-4 месяца не потренироваться, все, техника забывается почти до нуля. Нужно опять ставить технику с небольшими весами. Потом, что еще? Человек, когда находится на отдыхе, возможно, без тренировок. Возможно, он накопил комплекс микротравм. Может быть, у него там тяжелая работа, может, он грузчик или еще что-то, или руку сломал. Нужно оценить. Сам он точно не знает, серьезно это, не серьезно, а специалист фитнес-тестирования поймет, будет это лимитировать в тренировках или все хорошо, и можно продолжать. Здравствуйте, меня зовут Александр, топ-тренер тренажерного зала Pride Club. Сегодня мы с вами разберем, как более безопасно войти в тренировочный процесс после длительного перерыва. Первым упражнением у нас будет приседание с свободным весом. Это будет гиря. И разберем немножко технику. Ноги ставим на ширине плеч, спину держим ровно. Плавно опускаемся вниз, отводя таз назад. Обязательно следим за поясницей. Основная опора у нас находится на пятке. На мысы не заваливаемся. Каждое упражнение мы делаем по 2-3 подхода. И сегодня будем работать на каждую группу мышц по одному упражнению. Это позволит получить достаточную нагрузку, но не перегрузиться. Теперь мы переходим на упражнение для спины. Это тяга верхнего блока. Прорабатывает практически всю поверхность спины. Но основной акцент идет на большие круглые мышцы. Вес обязательно выставляем небольшой. Перегружаться нам не нужно. Это только входной период. Берем с широким хватом. Сели, колени зафиксировали. И тянем к груди. Стараемся максимально зажимать лопатки на каждом повторении. Точно так же делаем 15-20 повторений на 2-3 подхода. Этого будет достаточно. После тягового движения у нас будет жимовое движение. Идем по антагонистам. Сначала тянем к себе, потом жмем. Здесь мы зафиксировались. Спину прогнули. Ногами почувствовали твердую опору. И спокойно жмем. Плавно вниз. Чуть побыстрее от себя. Здесь по-прежнему 2-3 подхода. 15-20 повторений. Опять же, помню, мы не перегружаемся. Пойдем дальше. Основные группы мышц мы проработали. Теперь берем гантели и немножко поработаем на мелкие группы мышц. Начнем с плечей. Обычные стандартные отведения в стороны. Опять же, никуда не торопимся, не рвемся. Вес подбираем оптимальный для себя. Между подходами стараемся отдыхать буквально минуту. Опять же, мы сильно не торопимся никуда. Но и в то же время, то есть, мы должны достаточно восстанавливаться. Также берем свободный вес, гантели. И работаем на маленькую группу мышц. Это бицепс. Спокойно, с разворотом. Наверх чуть быстрее, обратно медленнее. В верхней точке стараемся давать максимальное сокращение. После длительного перерыва в тренировках данный подход будет оптимально подходить для восстановления формы. Не нужно перегружаться. Работаем спокойно. 2-3 подхода, 15 повторений. Этого будет более чем достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова